Я сама абсолютно очень чувствую, как я выходила к тебе, Игорь, рассказывала про опыт, когда дыхание учащается и становится сложно дышать, это ощущение, что ты стоишь на пороге, что это очень большое. И вот у меня, в принципе, сегодняшний день, и вот сейчас состояние, я могу сказать, что это светлое состояние, это легкое состояние, это состояние, когда внутри все переворачивается сверху на голову, и все летит. И я сидела сегодня, я познакомила меня с Арчи, с камнем, и я практически, я сидела, записывала какие-то мысли, и уже собиралась уходить, и просто посмотрела на камень, на все вокруг, и услышала очень... Мощный голос, который возник из ниоткуда, возвращайся, возвращайся ко мне. Полные мурашки. И я просто села и продолжила дальше писать, и вот это ощущение, что очень много всего было. Я получала неумоверное количество, практика, йога, ответы на вопросы, много неумоверное количество всего было. На камень, да? Это было не камень, это то, что дали вы. На самом деле, для меня это невозможно сделать, это не практика, это не мелко выглядели меня. И то, что вы сегодня, я ощутила, это абсолютно без... Ощущение полного растворения поближающего. И возвращайся ко мне, не важно где, не важно в каком месте я буду, а есть ощущение того, что здесь мы все для чего-то большего. И вот как правильно... Ну и то, что правильно, но мне так это звалось, когда сказали, что у меня было соперничества, я считала, что все другие люди... Не может возникнуть злости, не может возникнуть агрессии против другого человека, если ты понимаешь, что он другой просто потому, что он несет свое предназначение. И вот это было настолько эшеломляющим для меня, самомусль, просто вот растворение того, что вокруг меня, и растворение самой себя в чем-то большем. И для меня это только новое, я сижу абсолютно потерянная, и все это... Потерянная или найденная? Я не знаю, как это... Посмотрим еще! Это очень мощное чувство, это мощное... Это чувствовать, что все выворачивалось на изданку. Это что-то, какие-то кремные шаги. И как вы это делаете, у меня это большое мнение. И я на самом деле все эти дни на вас выглядела как на проводников. Потому что это что-то... Это учитель. Это вот учитель к вам приходил, как я говорю, на практику, и для меня это... Я находилась с ответом на свои вопросы. Это фантастические шаги. Для меня... Я учусь, потому что я преподаю сколько людей, заряд, мы все со своими звуками. Это не то, что мы пришли научиться кресикам ушивать, грубо говоря. Мы пришли со своими абсолютно нереальными, человеческими проблемами в жизни. Тяжелыми, страшными. И мы пришли сюда в надежде поменять жизнь. Сделать это за несколько дней – это фантастика.